Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня я хочу познакомить вас с той игрой в танки, с которой у меня началась любовь к танковым баталиям. И да, ребят, я начинал не с блица, не с больших танков и даже не с танков онлайн или подобных каких-то игр. И те ребята, которые хотят и пишут периодически мне в комментариях по поводу того, что мне необходимо поработать над своей статой. И те ребята, которые высмеивают меня за то, что я снимаю обзоры на какие-нибудь фановые машины какого-нибудь второго уровня коллекционки типа АТ-1 или допустим Медиума второго. Так вот, ребят, помните, что эти комментарии вы пишите человеку, который начинал с вот этого вот. И тот человек, который с вот этого конкретно начинал, а именно начинал с Батл-Сити, этот человек, он не так воспринимает игру. Он воспринимает ее совсем по-другому, кардинально. И сказать ему по поводу того, что он должен потеть, горбатиться, сильно переживать за какие-то циферки где-то, ну, ребят, это несусветная глупость. Вы только вслушайтесь вот в этот звук все те, кто помнят его. Пожалуйста, прислушайтесь и напишите в комментариях, можете ли вы этот звук узнать, не предупреждая вас о том, откуда конкретно эта мелодия. Субтитры сделал DimaTorzok Какую статистику по среднему урону я сейчас набью, сесть со своим дружбаном, за старым телевизором юность и играть именно вот в эту вот игру. И для того, чтобы поиграть в эту игру, я лично купил старую 90-х годов приставку игровую, для того, чтобы ощутить джойстик в руках. Кто-то может сказать, что я глупый человек, который ностальгирует, почем зря. Но, ребят, это часть моей жизни, часть моей истории, часть моей истории в танках. И именно с этой игры началась моя любовь к танковым баталиям. Напишите в комментариях все те, которые перегревали приставку, играя в эту игру. Напишите все те, кто помнит, каким образом мы ложили на 15 минут картридж, перегретый в морозилку, для того, чтобы он немножко остыл и можно было продолжить играть. А я пока продолжаю баталии, я превратился в практически премиумную машину. Блин, нет-нет-нет, быстроходку надо было быстро завалить. А еще, ребят, сейчас будет тот звук, которого мы все ждали по результатам боев. Вот этот. Ну, крутой же звук был, правда? Ну, серьезно, ну, круто. Реально было очень круто. И я, вот, ребят, я купил себе эту приставку, и я реально завис. Я просто завис, я отложил блиц, и я сидел несколько часов, я просидел до глубокой ночи, пока меня там уже ногой не начали пинать и говорить, ГСН, давай, пора спать, ложиться, хрыгнать. Так, а что вот эта штука делала? По-моему, она всех взрывает. Да, есть. Супер. Реально просто супер. И, ребят, вот серьезно, когда ты вспоминаешь, как ты вот в это вот играл, ты начинаешь гораздо меньше думать по поводу того, на какой танк тебе необходимо задонатить. Ты абсолютно перестаешь воспринимать все вот эти вот какие-то там отзывы по поводу того, что ты рак, что ты что-то там не умеешь, что ты что-то там не знаешь. И, честно говоря, становится смешно, потому что ты понимаешь, что это пишут тебе люди, которые не понимают, в чем смысл игры, которые думают, что смысл игры это в каких-то цифрах, нарисованных где-то там в виде пикселей на фоне вашего профиля в игре. Это совсем неправильно. И я вспоминаю только одно. Ту грусть, что ты завтра в школе не сможешь доказать, что ты добрался до какого-нибудь там 172-го левела. И в лучшем случае, если твой дружбан был рядом с тобой, тогда он мог тебя поддержать и сказать, да, я собственными глазами это видел. А еще, ребят, здесь можно было играть взводом. Да, вот здесь вот, вот здесь вот, с правой стороны появлялся еще один танчик. И вот вы вместе со своим совзводным играли, подсказывали друг другу. Вы говорили, едь направо, нет, подожди, не добирай, я сейчас улучшалку возьму. Для того, чтобы можно было пробивать вот этот вот бетон, который многие называли сталью. Короче говоря, у каждого были свои какие-то названия. Кто-то называл быстроходки, кто-то называл тараканы. У каждого были свои термины для того, чтобы описать, что конкретно происходит в бою. Пишите в комментариях обязательно, что вы помните по данной игре. Ну а я же продолжу снимать свои видео, касающиеся не только Блица и не только того, как можно в нем развиваться. Не только обзоры на технику, такой, какая она есть на самом деле. А еще и на фан и веселье, которое можно получать от любых других игр. И в частности от Блица тоже. Если вы над многими вещами заморачиваться не будете. Если вы такой же, как я, если вы воспринимаете игры и игру в Блиц так же, как воспринимаю и я, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики, обязательно кликайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход новых видео. Ну а я, ребят, между прочим, получил целых три победы подряд. И сейчас мог бы выполнить какую-нибудь БЗ-шечку, но в данной игре БЗ-шек нет. На данный момент, друзья, у меня все. Я поехал дальше кататься в Баттл-Сити. Ну а вы пишите свои комментарии по поводу увиденного. И напишите, в какие игры вы играли. Или какие игры вы сейчас продолжаете юзать, несмотря на свой возраст. И уж тем более, несмотря на возраст тех игр, которые вы периодически запускаете на своих компах, ну или телефонах. Ну что, друзья мои, мира, всех благ, обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok